МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутская области. Сегодня давайте поговорим о семенах. Самое время покупать, выбирать. Выбирая семена, вы не всегда помните, что на рынке сейчас немало некачественной продукции, просроченных семян, разнообразной пересортицы и откровенного мусора. Купив такой посевной материал, вы рискуете не только будущим урожаем и красотой клумбы, но и огромным количеством сил, потраченных абсолютно зря. Поэтому не приобретайте семена неизвестных производителей. Выбирайте фирму, которая дорожит своей репутацией. Не покупайте семена на лотках у случайных продавцов. Делайте это только в специализированных магазинах. Ведь это урожай и красота дачного участка. Когда 17 лет назад я купила дачу, первое, что я спросила у хозяев, есть ли у них пионы. Хозяйка ответила, да, конечно, есть. Но для меня в то время пионы были красные, белые, розовые. Все. Сортов для меня не существовало. И в первую весну, когда у меня зацвел пион, вот этот пион зацвел у меня, я поняла, что я пропала. То есть, что я буду их покупать, я буду их собирать. И вот это сумасшествие с пионами и началось. То есть, оказывается, не просто белые, красные, розовые. Оказывается, есть белые с мазками, розовые с бомбонами, розовые открытые, розовые закрытые, всякие разные красные. Первая моя покупка, когда я начала коллекционировать и собирать пионы, это вот, наверное, вот эти вот пионы. Тут Канзас, тут Александр Флеминг. А следующий, который я очень хотела приобрести пион, это Сара Бернар. Боже мой, сколько я о нем прочитала. В то время ему, вот-вот ему сто лет исполнится. Размер с голову ребенка. Боже, как я его искала. Когда я его нашла, я его посадила. Через три года он меня порадовал цветами, действительно обалденные цветы. Но первый же дождь, все на нет спустил. Это цветок, который не держит голову. Жалко, очень жалко, но так получается. Потом у меня пришла любовь к японского типа цветка, к пионам. То есть те, которые не вот такие вот, вот-вот-вот, не вот такие вот большие, а маленькие, которые держат очень хорошо срезку. У них как ромашки, лепестки. Вот это мне очень понравилось. То есть я их начала собирать. Ну, так получилось, что сорта пионов-то, да, я их очень много купила. У меня вот, если сейчас зацветает, то не меньше 50 сортов цветет. В травянистых пионах нет желтого цвета. В природе нет. И тут вдруг читаю журнал и вижу, что есть желтый пион. Ну, как это человек, который собирает пионы и не купит желтый пион? Ну, такого быть не может. И начиналась покупка. Вот в России появился сначала Борзелла, сорт так называемый, желтый пион. Мы за ним очень долго бегали. Стоил он сумасшедших денег. Ну, неважно. То есть, когда я его купила, и он первый, через год, в отличие от всех травянистых, которые нормально цветут, на третий, четвертый год, даже если есть бутон, обрывается, этот на второй год зацвел, ну, танцы с бубнами вокруг. То есть и такой, и фотографировала, и так, и лежа, и стоя, и только-только чуть открыто, и уже закрывается. Ну, и все сюда приходили и смотрели, о, желтый пион. Особенности выращивания, в принципе, ну, самое главное солнце для этих пионов. То есть, если вы хотите, чтобы они наростили массу и показали всю свою красоту, то есть большой бутон, красивый цветок, это солнце. Ну, и опять солнце в то же время и губительно. То есть солнце, это значит, очень быстро мы отсветаем. Все. Ну, успеем показать красоту. Вообще, пион для меня – это классика. Вот этот пион называется Red Charm. Вот он уже, конечно, отцвел. У меня их два куста. То есть я считаю, что такого пиона не может быть мало. То есть пусть это будут один, два, три куста. Потому что, когда у меня сначала появились розовые, и я увидела вот эту красоту, я сказала, пусть два будет. Будет три. Будет три, значит, цветка у меня. Они зацветают рано. Садить его тоже желательно. Он не очень высокий. То есть садить его надо так, чтобы можно было им любоваться. Потому что очень многие пионы, вот есть пионы, которые 60 сантиметров, а есть те, которые под метр. Хочу еще с одним цветком познакомить вас. Вот это из новых, из совершенно, ну, несколько лет, буквально года три назад появившихся коллекция, так называемая Кляйновская коллекция. Есть человек, который занимается этим. То есть я же говорила, что я люблю анимоновидные цветы. Вот это из этой. У него рваные лепестки, как будто бы кто-то их там прогрыз или порезал даже скорее. Еще хотела бы сказать про итошки. То есть у меня в коллекции очень много, ну, не много, но нормальных ито пионов. Но они, правда, еще не цветут. Есть потрясающий пион. Кораль Юйс. То есть он, когда он меня первый год зацвел, боже, какая красота. Кораль Юйс, это как раз у него цвет древовидного пиона. То есть у древовидных много разных расцветок, в отличие вот здесь вот. Но вот таких расцветок, как у итошек, нет. То есть большой, сантиметров 25, в диаметре цветок, нежно-сиреневые листики, а внутри красное горло. Вот то, что говорят, когда покупают лилейники с таким-то зеленым горлом, с красным, с желтым горлом. Вот у Кораль Юйс вот именно такой цветок. Цветет два дня всего лишь. Цветок держится. Ну, он стоит этого. Когда у меня не было дачи, я приходила на рынок во время цветения пионов и покупала букеты пионов. Как только у меня появился участок, и первый год у меня зацвели пионы, у меня жалость появилась, мне неохота была срезать. Потом я прочитала, что много срезать, тем более нельзя. Этим обосновывала, тем, что я не ношу букеты и не ставлю никуда. Пакет с семенами, которое вы намерены приобрести, должен быть не только красочным или ярко оформленным. Не менее важны и другие признаки. Ну, во-первых, прочная, качественная бумага, очень аккуратная склейка, четкий, хорошо читаемый текст. Кстати, в белых пакетах, которые упакованы без картинок, семена по качеству, как правило, ничуть не хуже, чем вот в таких цветных с фотографиями. Однако, вас должны насторожить отсутствие на пакете информации о производителе, номере партии семян, сроки и годности. Не стоит спешить с покупкой в том случае, если срок годности нанесен типографским способом. На каждой партии семян его должны проштамповать отдельно. Спонсор рубрики Сеть магазинов Удачный сад Пора задуматься об урожаях следующего года. Что же нужно знать и что нужно сделать, чтобы получить урожай качественных и красивых плодов? Для получения урожая необходимо всего лишь вырастить здоровую, крепкую рассаду и начать ее выращивать. Рекомендую вам в приготовлении грунта. Грунт для посева рассады должен быть воздухопроницаемым, то есть рыхлым, мягким и комфортным для семян. И чтобы получить такие условия для своей рассады я выбираю вермикомпост. Что такое вермикомпост? Это продукт жизнедеятельности вот таких червей. Использование вермикомпоста благоприятно сказывается на структуре почвы, улучшает состояние растений и значительно повышает их урожайность. Многие садоводы жалуются, что посадили семечко, рассада начала расти и в один миг она упала. Это, как правило, называется болезнью черная ножка. И чтобы защитить нашу рассаду от различных возбудителей болезни, повысить иммунитет растений и увеличить энергию прорастания, я добавляю в грунт препарат микробиологический «Сияние-2». У него очень хороший и экономичный расход. Одна столовая ложка на 5 литров субстрата. Использовать препараты «Сияние» можно в любое время года и для любых целей. Поэтому для меня препарат «Сияние-1» является незаменимым в течение всего года, начиная от замачивания семян, полив и опрыскивания рассады. А также я делаю подкормку для своих комнатных растений один раз в неделю препаратом «Сияние-1». Это придает им силы пережить зимний период с недостаточным освещением и обеспечивает защиту от различных патогенных и болезнетворных организмов. Начался новый сезон. Про урожай мы уже поговорили. А как же обойтись без красоты? Думаю, что многие со мной согласятся, что гортензия сделает любой сад торжественным и прекрасным. К тому же это растение с крупными соцветиями очень стойко к неблагоприятным условиям среды – засухи, ветрам, а некоторые и к морозам. Цветут гортензии до октября. И примечательно то, что соцветия могут менять оттенки в зависимости от того, на какой стадии они находятся. В августе на кустах можно наблюдать сразу всевозможные оттенки цвета этого растения. В этом сезоне хочу обратить ваше внимание на три метельчатых гортензии. Мэджикал Везувия – крупные, очень декоративные метелки. Сначала просто белые, а затем меняют окраску на розовую, чтобы стать в конце цветения красно-коричневыми. Цветет Мэджикал Везувия обильно, не требует опоры, а сам куст хорошо держит форму. Самарская лидия – низкорослый, компактный куст, обильно и долго цветет. Соцветие состоит из крупных цветов, которые раскрываются белыми, а затем розовеют и краснеют, приобретая яркие рубиновые тона. Благодаря высокой морозоустойчивости растения успешно зимуют. Жемчужина фестиваля – один из самых оригинальных сортов. Цветки состоят из четырех лепестков оригинальной формы, благодаря чему создается эффект порхающих бабочек. Вначале эти цветки сливочно-белые, с легким оттенком лайма, затем ослепительно-белые, зеленовато-розовой каймой, и к концу цветения соцветия становятся ярко-розового цвета. И самая главная особенность этого сорта – это растение, этот сорт, цветет в очень ранние сроки – вторая декада июня. Многие считают, что покупать саженцы в феврале – это очень рано, но уверяю вас, что вы легко можете сохранить их на нижней полке холодильника или в подвале при температуре 0,2 градуса. Выбирайте красоту и наслаждайтесь! А я вам желаю удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Урожайная грядка в любом регионе России Уважаемые одачники! Сегодня давайте с вами поговорим о томатах, которые растут и в теплице, и в открытом грунте. Это томаты серии Непас Значит, не посынкующиеся Если вы не будете посынковать вот эти растения, то они не будут сильно разрастаться Ну, пожалуйста, помните Пасынки замедляют отдачу урожая и плоды будут не очень крупными. Высота растений у непасов от 20 до 70 сантиметров в зависимости от сорта. Их можно выращивать и под временными пленочными укрытиями, и в открытом грунте. Низкорослое растение можно загущать в ряду, получая при этом большой урожай с небольшой площади. А еще я хочу сказать, что серия непас – это сорта на любой вкус, для разного кулинарного применения. Всего 14 сортов, и каждый имеет свой порядковый номер. Для приготовления салатов и свежего употребления выбирайте плоды непас 2 – это малиновый, очень красивый томат. Непас 3 – это розовый, непас 7 – гигант, его масса может достигать 150 или даже 200 граммов. А это отличный результат для вот такого штамбового растения и, конечно, открытого грунта. Непас 12 – крупный, масса плодов может достигать 100 или даже 150 граммов. Непас 14 – тоже отличный томат, сахарный. Название говорит само за себя, это очень вкусное. И если посадите, не пожалеете, просто сахарные плоды. Для заготовок подойдут плотные плоды с высоким содержанием сухого вещества. Томат непас 4 – это оранжевый, сердцевидный, имеет очень декоративную форму плодов. Они плотные и, конечно, вкусные. Непас 6 – тоже отличный томат, красный с носиком. Непас 5 – это оранжевый и тоже с носиком. Непас 8 – морковный, имеет такую удлиненную форму плодов. Ну и, конечно, отличное название. Непас 9 – это тоже удлиненный сорт. Непас 10 – полосатый, имеет очень декоративные, круглые, красные плоды и, конечно, легкую желтую полосочку. Непас 13 – сливовидный. И еще один очень интересный томат – это черри Непас 11 – комнатный. Название ему дано не случайно. Растение высотой от 20 до 35 сантиметров. И именно этот томат удобно выращивать в горшке, на подоконнике, на балконе или лоджии. И еще сегодня я вас хочу познакомить с томатами с условным названием «жирные». Они предназначены для открытого грунта, хотя, безусловно, вырастут и в теплице. Почему жирные? Ну, наверное, потому что сочные, мясистые, с большим количеством красной, с сахаристой мякоти. Томаты с названием «Ажур F1», «Буржуй F1» и «Жирдяй F1» достигают массы 400 граммов и более. Одно растение дает до 8 килограммов плодов. А если оставлять в каждом соцвете по 2-3 плода завязи, то каждый будет иметь 700 граммов, а то и больше. Эти гибриды относятся к группе среднеранних. Растение высотой до 90 сантиметров, с мощным стеблем, короткими междоузлями. И самое главное, на стебле формируется 5 кистей, в каждой кисти по 4-5 плодов. До созревания это светло-зеленое, а зрелое ярко-красное, без пятна у плодоножки. Отличается дружным формированием урожая, причем при любой погоде, как в засуху, так и при избытке влаги. В естественных условиях хранится до 35 дней. Хотя чаще такие томаты вряд ли доезжают из теплицы до дома. Сложно. Они трескаются, а затем быстро портятся. А еще я вам хочу сказать вот про эти томаты. Что урожайность в пленочных теплицах в укрытии от 10 до 12 килограммов с квадратного метра. Выбирайте и выращивайте. Сегодня, уважаемые отдачники, мы с вами говорим о семенах. Типичное заблуждение многих садоводов, что, купив дорогие семена гибридных растений с маркировкой F1 однажды, в последующем на их покупку можно не тратиться. Заготовив собственные. Конечно, вот растения, выращенные из таких семян, отличаются более высокой урожайностью, стойкостью к различным заболеваниям. Они не столь требовательны к условиям выращивания. У них вообще масса достоинств. Но их каждый раз необходимо покупать в магазине. Если вы покупаете семена для того, чтобы в дальнейшем получать собственные, лучше сразу отказаться от приобретения гибридов, независимо от того, предназначены они для открытого грунта или теплицы. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, программа «Дачный сезон» уже не первый год активно ведет тему теплиц. И сегодня мы вновь решили обратиться к ней. Несмотря на то, что лежит снег, наверное, сообразно пословице «пора выбирать теплицу». Готовь сани летом. Почему мы вновь обращаемся к этой теме? Потому что рынок не стоит на месте. Происходят изменения. И я сегодня вновь приглашаю принять участие в нашей программе нашего постоянного эксперта Владимира Стрельцова. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здравствуйте, уважаемые садоводы. Я в очередной раз с удовольствием расскажу вам о наших теплицах, с помощью которых вы сможете собрать лучший урожай полезных овощей на ваших приусадебных участках. Несомненным лидером интереса садоводов, как и прежде, являются теплицы шириной 3 метра. Они отличаются между собой техническими характеристиками и ценой. Например, теплица «Польза-3» стандартная. Эта теплица представлена на рынке уже более 7 лет и является своего рода эталоном среди теплиц. Она изготовлена из надежной металлической трубы. Дуги теплицы расположены через 1 метр и соединены с поперечными балками надежными оцинкованными болтовыми зажимами. В каждом торце теплицы есть дверь и форточка. Теплица «Польза-3» стандартная изготавливается в двух модификациях. С белым полимерным покрытием, которое надежно защищает теплицу от ржавчины, и с оцинкованным покрытием, которое появилось на рынке совсем недавно. Потребительские свойства этих модификаций идентичны, и выбор одной из них зависит только от вашего желания. Хочу обратить особое внимание на толщину металла, из которого должны быть изготовлены дуги качественной теплицы. Она должна быть не менее 1,2 мм. Обязательно удостоверьтесь в этом перед приобретением теплицы. Именно от надежности дуг зависит устойчивость теплицы к снеговой и ветровой нагрузкам, а в конечном итоге – ее долговечность. Время диктует свои перемены, и на рынке появились теплицы эконом-класса. Например, теплица польза 3-эко. Эта теплица отличается от предыдущей меньшим количеством трубы, которая израсходована на ее изготовление. Несмотря на то, что у этой теплицы отсутствуют перемычки торца и фундаментные стрингеры, дуги остаются такими же надежными. Плюсом теплиц эконом-класса является их ценовая доступность, что сегодня немаловажно. Традиционно на рынке представлены цельнодуговые и усиленные теплицы, которые стоят несколько дороже стандартного варианта. Для садоводов, которые ценят большой объем теплицы и комфорт в работе, существуют теплицы шириной 4 и высотой 2,5 метров. Эти теплицы также могут использоваться в качестве навеса для бассейна либо автомобиля. Многие огородники по-прежнему выращивают рассаду и овощи в парниках. Данная модель шириной 1 метр по-прежнему востребована. Длина парника может быть 2 или 4 метра. Открывающиеся форточки удобно фиксируются. Компромиссом между парником и 3-метровой теплицей является теплица шириной 2 метра. Эта теплица удобна для установки на небольших участках и выращивания монокультур. Я практически уверена, Владимир, что ваши советы пригодятся нашим телезрителям. А еще я хочу добавить, что комплекты теплиц, о которых мы сегодня разговаривали, замечательно упакованы. При желании их можно легко увезти на свою дачу, на своем автомобиле и собрать, наверное, можно. Каждая из теплиц набрежена подробной инструкцией по сборке. Спасибо вам большое за советы. Я надеюсь, что это не последняя программа, в которой вы участвуете. А еще, уважаемые огородники, я хочу добавить, если на вашем участке до сих пор нет теплицы, если есть одна, но она маленькая, самое время подумать о современной теплице. И уже нынешней весной в ней вы можете вырастить рассаду огородных, цветочных культур и при этом сэкономить значительную сумму. Купите плицу или парни. Тема семян многогранна, поэтому исследовать ее продолжим в нашей следующей программе. А сегодня хочется вам сказать, отвыкайте откладывать жизнь до определенной даты, до зарплаты, до отпуска, до конца недели, до весны, до первой звезды. Потом будет безумно жалко этих пропущенных, заранее зачеркнутых дней в календаре. А еще, тысячи свечей можно зажечь от одной единственной, и жизнь ее не станет короче. Счастья не становится меньше, когда им делишься. Будьте счастливы. До свидания.